И вот страничка, на которой мы остановились. Я напомню, у нас последний, мы чуть-чуть не дочитали, вот этот фрагмент, большой довольно, продолжительный фрагмент, где обсуждается посвящение женщинам с помощью денег. И последний случай, который рассматривал Талмуд, они такие странноватые. Это, например, человек говорит женщине, будь посвящена мне при помощи буханки, ткачили и бакикар. А она ему говорит, дай эту буханку к собаке. Ну и поскольку у них вот такая странная коммуникация, то можно было бы считать, что она издевается над ним и говорит, да нет, не нужна мне твоя буханка, еще чего не хватало, чтобы я твоей женой стала за буханку. Такой, может быть, ответ. А дальше Талмуд рассматривает случай, что собака ее, она принадлежит ей, тогда вроде бы нормально, да, за буханку она готова, если он дает ее собаке, то нормально. А дальше рассматривается еще более крутой случай, если собака бежит за ней. Собака бежит за ней, собака может ее укусить, она говорит, отдай собаке. Он, значит, ей кричит, давай, будь моей женой за буханку. Она в это время убегает от собаки, кричит ему, дай собаке эту буханку. Он бросает буханку собаке. И тогда вроде бы, значит, получается, что она готова выйти за него замуж. За ту пользу, которую она получает как бы от этой буханки. Это один из вариантов. А другой вариант, что на самом деле нет, можно сказать, что она не согласилась стать его женой. И в этом случае не согласилась стать его женой. А, собственно говоря, ее вот это указание, дай буханку собаке, она предполагала, что он должен и так ее спасти. Потому что, в принципе, и заповедь спасти человека от неприятности. Поэтому, в общем, никакого кедушин здесь не произошло, и она его женой не стала. Но мы в прошлый раз читали этот забавный эпизод. На это Талмуд отвечает, что ответа нет. В последнем случае неизвестно, является ли она его женой или нет в таком случае. Значит, еще раз я напомню, что Талмуд рассматривает все эти ситуации таким образом, что с точки зрения юридической у нас как бы нет возможности и нет надобности спрашивать у людей, что она имела в виду, например, у женщины или у мужчины. Потому что если бы у нас была возможность прояснить их намерения, то вроде бы тогда совсем не было бы никакой проблемы. Но Талмуд пытается решить, поставить вот эти невероятные случаи для того, чтобы обнаружить механизм, который не зависит. Он не зависит от проникновения, так сказать, в душу действующих лиц. И безотносительно того, что в душе этих действующих лиц происходит, у нас возникает некий статус их слов, их намерений, их действий и так далее. И это, в общем, в каком-то смысле нормальный юридический подход. В этом как раз нет ничего странного. Странными являются те случаи, которые рассматривает Талмуд. Но я уже говорил про это много раз, что эти странности объясняются прояснением механизма, прояснением механизма работы того или иного закона. Ну, в данном случае такой механизм, собственно говоря, проясняется с этой самой буханкой. То есть, если буханку считать заменой какой-то деньгам, то есть она имеет определенную стоимость, то вопрос стоит в том, является ли, возникает ли, вот в этих эпизодах возникает ли передача этой самой вещи, имеющей стоимость, женщине. Поскольку она ее не принимает, если бы она просто вот это не говорит, вот тебе буханка, будь моя жена. Она говорит, ладно, хорошо, я согласна, берет буханку. То нет никаких проблем. Если буханка стоит больше, чем прута, прута – это минимальная стоимость той монетки, которая определяется как то, с помощью чего человек может сделать женщину своей женой, то, в общем, в этом как бы нет никаких проблем, все нормально. А здесь она перенаправляет, так же, как и в предыдущих субьиотах, там тоже были перенаправления. То есть она перенаправляет передачу этого предмета, в данном случае, буханки, кому-то другому, ну, собаке. И если собака ее, то говорится, что, по сути дела, получается, что, несмотря на то, что она перенаправляет, вроде бы, и сама не берет, это работает. Это означает что? Это означает, что, например, механизм посвящения женщины не зависит, скажем так, от акта передачи. То есть акт передачи может быть условным, а именно передача из одного владения в другое владение. То есть необязательно передавать из рук в руки. В принципе, мог бы быть и такой акт важный. То есть, возможно, можно было бы потребовать, чтобы была передача из рук в руки. Значит, здесь, в этом эпизоде, если собака, так сказать, ее, то собака ее или, например, можно придумать другой подобный же случай. Он говорит, вот тебе сто монет, будь моей женой. Она, значит, на третьем этаже, подположим, виллу. Она говорит, ну, брось в садик наш. И, значит, все нормально. Бросает в садик, она становится его женой, потому что этот садик принадлежит ей. Здесь то же самое. И получается, что, собственно говоря, необходимо просто перенести из одного владения в другое владение. Переход оказывается достаточным для того, чтобы произошло посвящение. А если собака не ее и нет никаких превходящих обстоятельств, то тогда тоже очевидно, что никакого кедушин не происходит. То есть он ей, собственно говоря, ничего не передает. И тогда нам приходится квалифицировать ее слова как отказ. Потому что, собственно говоря, этот предмет, деньги, стоимость определенная не попадает в ее владение. А вот последний вопрос, вопрос со спасением, он переносит нас, собственно говоря, к одной из проблем, которая изучалась у нас и до этого. Что важно? Что важно вот в этом самом акте посвящения? Важен сам предмет, важна стоимость этого предмета. Важно, что здесь есть какое-то приобретение женщины чего-то. Или важна лишь некая польза, которую она от этого может поиметь. Польза или удовольствие. Если вы помните, был случай, когда, наоборот, женщина говорит мужчине, давай будь моим мужем. И он соглашается. И там был ответ такой, что если этот мужчина очень знатный и знаменитый, то посвящение происходит, хотя вроде бы мужчина должен посвятить женщин себе, а не женщинам-мужчине. Но там его согласие является, на самом деле, настолько большим удовольствием для женщины, что это, собственно говоря, получается, что он ей что-то дал. И вот этот вопрос, он остается неразрешен. У нас действительно нужно что-то дать или достаточно того, чтобы этот дар был в каком смысле субъективным, абстрактным, когда женщина просто получает некое удовольствие или пользу. Ну и вот этот случай с духанкой, которую бросают преследующие собаки, он, собственно говоря, про это. То есть он про то, что если он ее спасает тем самым от преследования, то все нормально, тогда действительно она становится его женой за то удовольствие, за ту пользу, которую он ей принес. Но сам этот случай, он сложный. Почему? Потому что на самом деле он в каком-то смысле был обязан это сделать, даже если бы он не посвящал ее жене, он все равно обязан был это сделать. И поэтому здесь остается вопрос, и ответа на него Талмуд нам не дает. То есть получается так, что если та польза, которую женщина получает от некоего действия мужчины, оказывается той пользой, которая в каком-то смысле ему предписана, то тогда он как бы ей ничего и не передает. А если та польза, которую он ей приносит, не является предписанной, и является в каком смысле неожиданной, и пользой, которую он совершает именно для нее, тогда все нормально. Но в случае с собакой он не такой, он оказывается абибалентным таким и не очень язвен. Ну, дальше еще один случай, который мы тоже читали, я просто о них вспоминаю, потому что сейчас те случаи, которые мне прочитали, они определенным образом связаны с этим. Дальше говорится, что путь посвящена мне прям вообще буханке, еще один такой же случай. Она ему на сей раз говорит, дай не собаке, а дай нищему, дай бедняку. И снова мы можем понять это как отрицание. Она говорит, я не хочу буханку, лучше дай бедняку буханку, что ты с помощью буханки там пытаешься меня заманить джону. Отдай бедняку. Но, может быть, этот бедняк является бедняком, которого она все время дает ему сдаку, например. То есть она регулярно подкармливает, предположим, этого бедняка. Если она регулярно подкармливает этого бедняка, а он на сей раз заменяет ее в этом действии, то можно было бы предположить, что, может быть, она все-таки что-то получает. То есть та буханка, которую он дает, экономит ей ту буханку, которую она хотела бы или должна была по своим каким-то принципам дать этому бедняку. Но Талмуд говорит, нет, она не посвящена даже Афилу, а не Гасамухала. Даже если речь идет про бедняка, который к ней близок, или тот бедняк, которого она содержит. И ответ, почему, Майтама, Амрале, Ки Гейхи, Демихаевнаби, Гахи, Михаевтана. То есть так же, как я обязана кормить его, так же и ты обязан его кормить. То есть это то же самое, аналогичный случай с собакой в каком-то смысле. То есть его действие является действием предписанным, а не действием, которое предназначено специально для нее. То есть это действие может быть расценено как действие, которое он осуществляет в силу того, что есть такая заповедь. Так же, как и снижение от собаки. Здесь может возникнуть вопрос. Но в отличие от случая с собакой, где ответа нет, и там этот ответ подвисает. Почему он подвисает? Потому что там у нее есть какая-то угроза, и он ее спасает от некой угрозы. А здесь он просто в каком-то смысле заменяет ее дар своим даром. И получается, что этот случай как раз однозначен и расценивается как отсутствие, собственно говоря, того дара, который он должен ей принести для того, чтобы посвятить ее в жопу. Ну хорошо, это те два эпизода, которые мы прочитали в прошлый раз. И после этого у нас следует еще несколько удивительных историй. Вот некий мужчина торговал стеклянными бусами. Эти хомрей птахайта – это стеклянные бусы. Так, по крайней мере, Раши считают не очень часто встречающееся слово. Мы предположим, что Раши прав, поверим. Амрали пришла одна женщина и сказала ему «Гавли хатшуху» – дай мне одну связку, нитку, бус. Амрали сказал ей «И ягви налей, никуда шли, если я тебе дам, то будь мне посвящена». Амрали ему сказала «Миягва гавамия». «Гавамиягва» – это, собственно говоря, два слова одного и того же корня. Видите, на русский приводит «давай-давай», ну почти «давай-давай». Здесь все-таки немножко разные формы того же самого корня. Ну да, типа «давай-давай», что-то в этом роде. Он говорит, вот все эти «гавамиягва», то есть «давай-давай» или «давай-давай» – это ничто. Ну, судя по всему, Ираши как бы подчеркивает это, наш переводчик приводит комментарии Ираши, то есть эти слова нельзя считать согласием маки души. Такая удивительная история. Вот у него эти гусики, она говорит «дай мне». Почему она говорит «дай мне»? Говорит «продай мне», говорит «просто дай мне», почему он должен ей давать. Он говорит «да, хорошо, я тебе дам, если ты согласишься быть моей женой». Такая сценка, значит, на рынке, да, вот подходит девушка, выбирает гусики, он говорит «ты мне понравилась, давай я тебе дам, будешь моей женой». Ну, в общем, ну нормально, чего такого, да. То есть вроде ничего особо странного нет. А вот ее ответ «давай, давай», почему-то расценивается вот этим «раво» и «хамы» как ничто. Не очень понятно, почему. Ну, давайте посмотрим следующий случай. То есть они, все три случая, очень похожи. Отдельный вопрос, конечно, почему Толмог приводит все три случая, но мы попробуем на этот вопрос тоже ответить, но пока мы в недоумении. То есть она сказала «давай, давай», и Рафхама говорит «это ерунда». Ничего она не сказала, то есть она не согласилась, несмотря на то, что сказала «давай, давай». Дальше еще одна история. И пришла некая женщина, зашла в лавку, тоже довольно странный для патриархального мира эпизод. Он сидит в лавке, пьет вино, то есть это в баре он сидит. И приходит женщина, тоже заходит в бар, такая современная довольно ситуация, и говорит «дай мне один этот самый стакан». Он ей говорит «если я тебе дам, то будь мне посвящена». Она ему говорит «на пая, на паи». Здесь тоже перевод одним словом «на паи, на паи», но они немножко разные формы. «Ашкуи, ашкина». Ну, давайте по «на пая, на паи». Амар Афхама, снова тот же самый Рафхама, он говорит так «коль ашкуи, ашкина, лав клуму». То есть всякий вот этот вот «на пая, на паи» – это ничего. Обратите внимание, что он на самом деле довольно странно формулируется. То есть он говорит «всякий», значит «всякий». Получается, всякий раз, когда говорят «давай, а давай» или «на пая, на паи», это ничего. То есть Рафхама, он что, он цепляется к определенной форме выражения, он цепляется к словам каким-то. То есть когда человек говорит таким вот двойным, что ли, глаголом, человек, в данном случае женщина, но он говорит «всякий», «всякий», кто так говорит. То есть можно себе представить другую ситуацию, где тоже происходит какая-то сделка, где один из субъектов этой сделки употребляет вот такое словосочетание, словосочетание, которое состоит из двух глагольных форм. И Рафхама говорит, что ничего не сказал. То есть не произошло никакого федушин, именно потому что она ему так ответила. Так, в принципе, за стакан вина, но если вино дорогое, больше пруты, то почему бы и нет. Ну и еще одна история. Гагу гавра, де гавака шады и тамры и медикла. Вот некий человек, он сбрасывал финики с пальмы. Что значит сбрасывал? Ну, видимо, он собирал, да, это, видимо, пальма его, и он занимается сбором фиников, так надо полагать. Пришла одна женщина и сказала ему, шады и литарты. Она говорит, брось мне два финика. Амарла и шадина лав микадышли. Если я тебя брошу, то будь мне посвящена. Амрали шады и мижда. Опять двойной глагол шады и мижда, он не одинаковый, да, но она ему сказала, бросай, а бросай, или что-то вроде. И Амар раф завит. Теперь уже раф завит, там был раф хамом оба раза, да, теперь другой раф, раф завит. Коль шады и мижда лав клумом. То есть, любое произнесение вот такого двойного глагола, в данном случае шады и мижда, ничего не значит. И, значит, никакого кедушина нет. Удивительные, да, удивительные три истории. Почему они удивительные? Ну, во-первых, они удивительны тем, что здесь почему-то двойное произнесение, да, двойное произнесение глагольной формы оказывается ничем. Это первая странность. Вторая странность в том, что зачем нам приводить три таких примера. Ну, судя по всему, да, то есть, в общем, есть мнение среди мудрецов, что вот такие вот двойная форма употребления глагола, она не годится в сделках. Так, судя по всему, нужно понимать, почему приведено именно три случая, два случая, один случай, в общем, каждого из них было бы достаточно. То есть, странно, да, то есть, очень странно. Значит, в попытке, в попытке ответить на или каким-то образом смягчить, скажем так, эту странность, я могу предположить следующее. Дело в том, что у нас есть в Торе, в Писании, у нас есть целый ряд случаев, когда действительно употребляется вот такая вот форма двойного глагола. Например, гикарет-тикарет. То есть, когда говорится о том, что человек, который нарушит заповедь, говорится о том, что гикарет-тикарет – его душа. То есть, уничтожаясь, уничтожится. И вот такого рода употребление в Торе двойных глаголов по этому поводу есть спор, спор между школой Раби Акива и школой Раби Ишмаэля. Школа Раби Ишмаэля говорит о том, что не нужно толковать это двойное употребление глагола, не нужно цепляться к этому двойному употреблению глагола, потому что Тора говорит на языке людей. Что значит «говорит на языке людей»? Ведь на самом деле предположение мудрецов Талмуда состоит в том, что сакральный текст он информационно плотен. То есть, вот эта информационная плотность этого текста, она позволяет как раз делать мидраж. А именно, то есть, нет ничего лишнего. То есть, каждая буква, каждая огласовка, каждая коронка, может быть, на букве, имеет определенное значение и требует некого толкования, если она кажется излишней. Поэтому употребление двойного глагола, то есть, вот такой вот формы, должно что-то значить. Потому что, можно было бы сказать, просто уничтожится душа. Зачем же говорить «уничтожаясь», «уничтожиться», зачем употреблять двойную форму? Раби Ишмайль отвечает «в данном случае Тора говорит на языке людей». То есть, она как бы есть в случае профанного употребления речи в Писании. Говорит на языке людей, потому что люди так говорят. То есть, люди иногда употребляют эти самые двойные формы. И в Торе тоже такое случается. А Раби Акива говорит «нет». А Раби Акива говорит, что Тора говорит «нет на языке людей». И получается, он отрицает это. Тора никогда не говорит, скажем так, более четко, никогда не говорит на языке людей. И всегда лишние слова и лишние какие-то моменты этого текста, элементы этого текста, они взывают к толкованию. Это фон, который определенным образом является фоном вот этих вот трех историй, где женщина употребляет вот этот самый двойной глагол. Ну, хорошо, как это сказывается. То есть, если, например, Абишмей говорит, что Тора говорит на языке людей. Вот, пожалуйста, люди так говорят. Но когда люди так говорят, получается, с точки зрения Аллахамы или Завида, на самом деле, говоря таким образом, люди хотят сказать нечто другое. То есть, она не говорит «давай», она не говорит «напои», она не говорит «бросай», а она говорит иронично. То есть, по сути дела, в этих трех эпизодах нам говорится о том, что такое употребление, двойное употребление глагола является на языке людей, на языке людей, неким ироническим выражением, которое в каком смысле отменяет значение самого глагола. То есть, глагол-то «давай», но на самом деле, когда я говорю «да, ну, да, да, давай, давай», или «ну, напои, напои», или «ну, бросай, бросай». То есть, здесь на русском надо было бы вот это еще «ну» приставить. И тогда получается, что она, ну, как говорят Аллахама и Равзавида, любой человек, да, то есть, любой человек, употребляющий эту двойную форму, на самом деле, меняет значение этого глагола в каком смысле на противоположном. Потому что здесь скрывается ирония. Мы снова могли бы сказать, как и в остальных случаях, давайте спросим у женщины, она имела в виду ироничная или нет. Но нет, такого вопроса Алмут не задает. Алмут считает, что необходимо решить этот вопрос независимо от того, что думает конкретная женщина. И, по сути дела, получается, что нам говорят, что такое слово «употребление» является отказом, а не согласием. Значит, с этим мы более-менее разобрались. Да, и есть вот этот самый фон, который, по сути дела, говорит о чем? Он как бы в споре между Раби Ишмейлем и Раби Акивой проводит какую-то дополнительную черту, потому что с точки зрения Раби Ишмейля, Тора говорит на языке людей. И, например, двойной глагол «гикорет-тикорет» нужно понимать так, что душа уничтожится. Он не говорит, что нужно понимать как противоположный смысл. А Раби Акива говорит, например, «гикорет» в этом мире, «тикорет» в будущем мире. То есть он говорит, что поскольку два глагола, то значит, есть два уничтожения. Душа уничтожится и в этом мире, и в будущем мире. То есть каждый из них воспринимает эту фразу. Один считает, что это язык людей, и тогда просто удвоение вообще ничего не значит. А другой говорит, что это сакральный текст, удвоение значит, но это значение необходимо прояснить. А в наших эпизодах неожиданно оказывается, что да, люди так говорят. Но когда люди так говорят, они имеют в виду нечто противоположное. И это само по себе как бы, ну, есть такая перекличка на то, что же такое язык людей. И язык людей оказывается чем-то, что не совсем совпадает с тем языком людей, о котором думает Рабиш Майю. Теперь по поводу того, почему, собственно говоря, у нас три эпизода. Почему недостаточно привести один. Ну, первый ответ такой, что, вообще говоря, Талмуд очень любит Троицу. Как это не парадоксально звучит. Часто очень в Талмуде, это своеобразное клише, приводится по тому или иному поводу три рассказа. И те, кто читал с нами трактат Брахот, например, или трактат Таинит, когда-то мы читали, да, или какие-то эпизоды, которые мы разбирали вводной части этого курса. Мы уже с этим сталкивались, да, то есть приводится три истории для, в каком смысле, полноты картины. То есть, хотя вроде бы они очень похожи друг на друга, и вот эти мелкие различия, казалось бы, ими можно и пренебречь. А с другой стороны, возможно, что один эпизод был бы недостаточен. Почему? Потому что я мог бы сказать, ну, когда речь идет про бусы, то это так. Когда речь идет про нечто иное, то есть у нас ведь что есть, у нас есть бусы и вино и финики. Вино и финики – это, ну, такие выделенные продукты, да, то есть вино – это вино и хлеб у нас выделены продукты. Хлеб у нас фигурировал, кстати, да, до этого как раз буханка хлеба, здесь у нас фигурирует вино. Но вино и хлеб – это два выделенных продукта, которые являются, ну, опять же, в дружественной конфессии, как вы знаете, да, это плоть и кровь. В каком смысле, в еврейской традиции это тоже плоть и кровь, только не Иисуса, не Спасителя, а в каком смысле универсума. Да, то есть это те продукты, которые получаются после довольно серьезной обработки, да, того, что дано в этом мире. И поэтому они являются такими выделенными, да, то есть и можно было бы считать, что если речь заходит вот о таком выделенном продукте, то тут уж не до шуток, да, и поэтому на паи, на паи, может быть, не должно звучать иронически. А третий эпизод – это эпизод с этими самыми финиками. Финики у нас тоже немножко выделенный продукт, да, то есть это один из семи видов растений, которыми славится земля Израиля. Но здесь, на самом деле, в этом эпизоде есть и еще одна подоплека. Дело в том, что пальма, она и в писании, и в таламудической литературе, она очень часто выступает как эротический символ. То есть залезть на пальму – это эвфемизм в каком смысле, да, то есть саити в этом. Тамар – это имя, которое связывается с библейской Тамар, носит некую эротическую коннотацию. И поэтому сам этот эпизод, который происходит с пальмой, можно было бы рассматривать как, скажем так, более игривый, да, чем предыдущий. То есть одно дело, она просит бусы, другое дело, она просит вино. Здесь есть, возможно, некий подтекст, да, то есть брось мне финик. Здесь есть некая эротическая коннотация. И возможно, что если такого рода искра, скажем так, проскочила, то тогда опять же дело не до шуток. И, может быть, вот это двойное употребление глагола не является отрицанием, является согласием. То есть получается, что вот есть какие-то нюансы, да, которые как бы оправдывают приведение именно этих трех историй, а не одной, которые, казалось бы, на первый взгляд, могло хватить. Ну и дальше Талмуд ставит вопрос к этим трем историям. И Баилову спросили, просили, ну, Раша добавляет ученики Ешивы, а если бы она сказала один раз, Гав, Ашки, Шады, Тайн, Паи, Брось, и не повторяла бы дважды Мау, как тогда было бы, как бы мы понимали ее слова. И здесь спор, Ма Равина, Микудэшит. Равина говорит, да, тогда нормально, тогда, значит, она серьезна, значит, она получает эту ниточку бус, или бокал вина, или два финика, и становится его женой. Рав Сама Барракта сказал, Тана де Малка Эйнамикудэшит, он даже как бы поклялся, он говорит, царская корона, видите, здесь форма клятвы в скобках наш переводчик поясняет, не посвящена. В Игилхе, да, это редкий случай, да, когда-то, ну, относительно редкий, когда в Таумуде приводится и не только спор, но и решение этого спора. В Игилхе Тайнамикудэшит, и Аллаха такова, что она не посвящена. То есть, несмотря на то, что Равина говорит, что если она сказала один раз, то нормально, то тогда мы снимаем иронию, как бы, да, и она соглашается реально, а Рав Сама Барракта клянется царской короной, что нет, и вроде бы такой как раз закон, с точки зрения Таумуда, Таумуд сам подчеркивает этот закон, что она не Макудэшит. Естественно, возникает вопрос, почему? То есть, если, в принципе, да, все дело было в том, что она иронически ему ответила, и эту иронию мы считываем из двойного употребления глагольной формы, то почему же она не Макудэшит, тогда, когда употребляется нормальный глагол. По-видимому, сами ситуации, да, рассматриваются этим самой Баррактой, как ситуации несерьезной. То есть, сама ситуация несерьезная, и вот в этой несерьезной ситуации мы не можем квалифицировать этот разговор как серьезное посвящение. то ли потому, что не только, только вот, что зашла женщина, он ее увидел, давай, может быть, он несерьезен с точки зрения самого Барракты, да, то есть, почему не происходит здесь посвящение, остается неясно. Единственное, что мы можем сказать, что, да, вот такую общую характеристику дать этим трем эпизодам, как что-то несерьезное. И поскольку это несерьезно, то и никакого посвящения не произошло. Ну и дальше Талмуд, поскольку был опыт, вот этот самый вывод был сделан относительно того, какая глаха, то Талмуд приводит глахул и по поводу тех предыдущих историй, о которых мы уже читали. В Игилхита Ширай Лот Срихи Шума. Помните, да, то есть, человек отрез шелка или шелковую одежду. Там был спор, нужно оценивать или не нужно оценивать эту одежду. И теперь Талмуд говорит, что по тому спору, который был там, глаха такая, что не нужно оценивать. И еще один закон, они говорят, что лоха следует Рабе Ильезеру, Рабе Ильазару, который сказал, что если мужчина говорит, женщина будет посвящена мне при помощи сотни, дает один динар из сотни, то она посвящена. Ну, естественно, что он обязан эту сотню восполнить, но тем не менее там был спор, одни говорили, что она не посвящена, когда он ей дает один динар, он должен, так сказать, отсчитать всю сотню, а другие говорили, что уже в тот момент, когда он дает один динар, вот как раз Рабе Ильазар, то она ему посвящена. И не говори, что она посвящена только с того момента, когда получит все деньги. Ну, и третий закон, который тоже раньше был предметом спора, это то, что по мнению Равы, со слов Раби Нахмана, Аллаха следует как раз вот этому мнению. Если он сказал, будь посвящена мне при помощи сотни и дает ей залог, как гарантию того, что заплатит, то она не посвящена. Не был спор и об этом. Потому что там нет никакой передачи, мы тоже об этом уже говорили. Получается, что в конце вот этого обсуждения, обсуждения разного рода эпизодов, связанных с передачей денег и попыткой произвести этот акт кедушин посвящения женщин с помощью денег заканчивается некими выводами, которые там мог делать относительно тех споров, о которых мы читали до этого. И на этом, собственно говоря, заканчивается вот это довольно длинное, пространное обсуждение самого закона о посвящении женщины с помощью денег. После этого он переходит к следующему пункту, к следующему варианту посвящения. Это посвящение с помощью документов, которые являются как бы в каком смысле более понятным, чем посвящение посвящения с помощью денег. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания по поводу того, что мы сейчас прочитали или вообще по поводу всего этого большого куска связанного с деньгами, то самое время сейчас их задать, потому что мы сейчас переходим к другой теме, к теме посвящения женщины с помощью документа. Можно такой вопрос, что как бы такое несерьезное предложение, это значит, что что значит женой? Женой на одну ночь или как? Или действительно он обязуется взять ее в жены? Нет, не на одну ночь, здесь нигде не сказано на одну ночь, не на одну ночь, то есть это может оказаться на одну ночь, то есть нужно иметь ввиду, что самки душин это что? Вот женщина становится женой мужчины. Сколько их брак продлится, ну, это зависит от их обоих, да, то есть но само по себе сам по себе акт, да, он не предполагает одну ночь, на две ночи, на всю жизнь, так далее, здесь как бы этого нет, то есть начально вроде да, то есть все, она становится его женой. Дальше если он захочет. Ну, понятно, что у него там, может быть, уже есть пять жен, но он не обязует содержать, это не важно. Это не имеет значения, это не имеет значения, сколько у него жен, значения не имеет, когда речь идет о талмадической культуре, да, и, собственно, даже о культуре средневековой. у нас есть, например, постановление Рамбама, да, это 12 век, который говорит о том, что он уходит, тоже он, пожалуйста, если есть средства обеспечить, если мужчина есть, согласно талмуду, есть несколько обязанностей по отношению к жене, обязанность обеспечить ее сожительством, то есть половой жизнью, одеждой и пропитание. Если мужчина может таким образом обеспечить 100 женщин, то, ради бога, говорит, рано. Это в тот момент, когда в Ашкинадском регионе уже есть постановление Рабейну Дершима о том, что мужчина может иметь только одну жену. Это постановление в Ашкинадском регионе, оно было связано как раз с экономическими проблемами, а не с чем-то другим. Он считал, что в той ситуации, в которой находились евреи Северной Франции и Германии, никто не может содержать двух жен. Поэтому вынес вот такое постановление, называется оно Херем Рабейну Гершим, на тысячу лет вынес это постановление, что можно взять жены только одну жену. А здесь как бы этот аспект как раз как бы не важно. То есть если он ее посвятил, то посвятил дальше со всеми вытекающими последствиями. Если он хочет развести, значит он должен ей написать к тубу, значит он должен ей выдать гетт, он должен заплатить, ну и так далее, и так далее. То есть это вопрос уже процедуры. Но вот можно ли считать серьезным его предложением? Вроде бы никто не подвергает серьезности его слова. Зашла женщина, увидел, говорит, все, за бокал вина, давай. А вот она, ее слова, они вроде бы звучат как ирония, как отказ, но мы видим, что даже если она говорит простым образом, то есть бросай, или напои, или дай, то все равно лоха такая, что она не накудешит, видимо, из-за сомнительности этой самой ситуации. Такой вопрос, можно, меня слышно? Да, да, да. Ну вот она сказала, то есть, вернее, он сказал, да, она сказала, значит, напои, напои, и так далее, и так далее. Она, допустим, была в каком-то сомнении, это я так, дополнительное объяснение. Вот, он ее, значит, поставил ей выпивку, все такое, они стали говорить, все такое, вот, и он говорит, ну что, теперь мы муж и жена, или мы там поженимся, она говорит, знаешь, что я должна подумать. Допустим, они знают этот закон, и она знает этот закон, что это еще ничего не значит, если она так ответила. А потом она решила, хорошо, значит, ну, допустим, у нее нет других женихов, она говорит, я согласна быть выженой. Значит, это считается как бы, значит, тем денежным даром, который делает Микудешетхи, или это, он должен потом дать еще раз, после того, что она сказала, что она согласна? Не знаю, нет у меня однозначного ответа на этот вопрос, да, то есть вопрос хороший, я же говорю, что такого рода вопросы, собственно говоря, они постоянно и возникают, да, возникают, если не в там мудической литературе, то в более поздней, в литературе гаонов, а если вот так, а если вот так, а если мы прибавляем что-то, понятно, что это просто другой казус, да, то есть, то, что вы сформулировали, это другой казус, а именно, произошла вот такая ситуация, а после этого, да, после этого был еще какой-то разговор, это просто другая ситуация, то есть, то есть, Он разобрал, что здесь нет, а дальше, как они договорились, годится ли то, что он ей дал, или нужно что-то еще. Ну да, я понял. Неизвестно. Это вопрос, который требует обсуждения. Понятно, спасибо. Да, Илья. Да, вопрос, пытаюсь осознать, у нас было много уроков, поэтому как бы обобщить. И одна из линий, такая достаточно упрощенная, с точки зрения бихеварийского подхода. Самцы в стае, кто-то имеет доступ к женщинам, кто-то не имеет. У разных животных по-разному устроено, где-то один самец, где-то там альф. У нас с помощью денег достаточно пруты, ну то есть практически каждый может, скажем так, сделать предложение, то есть совершить кедушин в отношении женщин. То есть это не является каким-то заградительным барьером, если я правильно понимаю. То есть это скорее какая-то обрядовость больше, чем какой-то имущественный ценз. Да, совершенно верно. Так и есть. Но при этом вся наша вот эта длинная цепочка рассуждений, приведения разных случаев и так далее, это не что иное, как я уже многократно повторял, еще расскажу, да, как попытка выяснить, а что в этой процедуре является главным, что в этой процедуре является важным. То есть какие составляющие этой процедуры являются, собственно говоря, определяющими. Ну вот стоимость или согласие с женщиной, или удовольствие, которое она, польза, да, которую она получает при этом. Можно ли произвести деление какое-то, да, то есть помните, да, половина тебя будет мне посвящена, или ты будешь посвящена половине меня. То есть это фантастические кейсы, да, которые, по сути дела, пытаются выяснить, что же здесь главное в этом всем, да. Ну, помимо всего прочего, почему, собственно говоря, такого рода прояснения необходимы, потому что на первый взгляд, и то, как Мишна формулирует это, да, то есть женщина приобретается. Можно ли поставить в один ряд это приобретение с приобретением, ну, с любой другой сделкой. С точки зрения Мишны вроде бы, да, то есть формулировка такая же, вот женщина приобретается, дальше мы увидим, раб приобретается, там корова приобретается, недвижимое имущество, движимое имущество приобретается везде, стоит один и тот же глагол, приобретается. А эти приобретения, они похожи или не похожи, да, то есть это тоже как бы часть прояснения механизма, который здесь сработает, да. Ну, и то, что я говорил уже, и пока у нас, собственно говоря, нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос, поскольку здесь есть некий метафорический подтекст, то деньги являются в каком смысле самым сложным, если речь идет о браке между Богом и народом Израиля, то что является, собственно говоря, этим аналогом, аналогом этой стоимости, аналогом этих денег, и, как мы видели, некоторые эпизоды, они как раз проливают какой-то свет, хотя и недостаточно для того, чтобы мы могли точно сказать, что такое эти самые деньги, когда речь идет про документ, то здесь вроде бы некая метафора напрашивается, сейчас мы к нему перейдем, что Тора, например, это этот документ ей, да, и Бог приобретает народ Израиля с помощью, подположим, Торы, как документа. Но сейчас мы увидим, что это тоже не, хотя это и напрашивается, да, но не так просто произвести, так сказать, этот метафорический переход. А вот к последнему, что вы сказали, земля, которую дают все вышли, это не деньги, это не имущество? Нет, я говорил, что одна из возможностей сказать, что, например, земля, земля, которую народ Израиля получает, возможно, это и есть аналог, во всяком случае, еще некого дара, то есть аналог денег. Понял, я прослушал, хорошо. Спасибо. Это мы говорили, да. Да, Марина. Я хотела уточнить, а вот можно эти три случая понять таким образом? Просто я обратила внимание, что здесь она покупает, допустим, не бочку вина и не коробку фиников, она берет одну какую-то вещь, то есть ее можно употребить немедленно. И может быть здесь два вот этих употребления одного и того же слова свидетельствует о том, что вот она очень сильно захотела приобрести эту вещь, как бы, не совсем осознает, что он ей, ну, как бы, какие последствия будут, если она согласится на брак. И поэтому это не считается кедушинно существованием, именно из-за ее желания получить эти вещи. Ну, это интересное предположение, да, то есть мы не видим комментаторов, которые бы шли по этой линии. Кроме всего прочего, у нас есть бусы, ну, и про бусы можно сказать, что она до такой степени захотела эти бусы, что как бы потеряла, так сказать, контроль над собой, да, то есть это идея того, что женщина должна, и это мы увидим сейчас буквально через несколько строк, ну, и видели до этого, да, то есть при заключении вот этого акта, да, то есть контракта условно в кавычках, да, между мужчиной и женщиной, то, что необходимо, необходимо ее дат, да, дат – это ее, ну, можно сказать, мнение, знание, согласие, то есть слово дат трудно перевести в данном случае, мы переводим как бы как согласие, осознанность, так можно сказать, да, и вот это, да, это очень важная составляющая, про которую мы тоже читали уже несколько раз, сейчас она снова всплывет, и можно, конечно, пойти таким путем, да, что здесь, в этих ситуациях, дело даже не в том, что это одноразовое, да, потому что бусы, например, можно носить достаточно долго, а финик не один, а два, в общем-то просят два финика, а не один, то есть, но можно пойти, было бы таким путем, да, сказать, что эти ситуации, если она как бы в каком смысле сошла с ума, немножко очень захотев вина или два финика, или буса, не могут рассматриваться как полное согласие. Это очень просто решается, она просто возвращает, если она не согласна, то, что она получила, значит, бусы возвращают. Нет, нет, то, что Марина предложила, это не это, это то, что она соглашается, но на самом деле, это согласие, нельзя считать согласием, потому что она как бы, она не в себе, как бы в состоянии аффекта. Ну да, так я говорю, что она, то есть она не серьезная, то есть она поддалась этому порыву, но решается это очень просто, то есть эти души не состоятся, она просто возвращает это, и все тогда, да, то есть... Нет, 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 это нет, это если бы мы считали, что все нормально, то это просто нет, тогда развод, там, детей, ну, тогда, конечно, тогда целая история, она не может сказать, извини, я была в состоянии аффекта. А, вот она. Конечно. Ясно, да. Ну, хорошо. Если бы это считалось, и если действительно идти вот по этой линии, и мы бы не считали состоянием аффекта, то тогда, сколько бы она потом не говорила, что, извините, уже все, нет, назад, ну, в каком смысле, конечно, есть путь назад, но путь назад, это другая процедура, это развод и так далее. Ну, вот она там, понятно. Да. Серьезное дело. Хорошо, перейдем к документу, да, то есть вот Гемара нам пишут, Гемара переходит к обсуждению темы киндушин при помощи документов. Там Рабанан, бештар кейцат, то есть каким образом с помощью документа. То есть этот вопрос был у нас, бекесы в кейцат, как с помощью денег, и вот, сколько у нас было страниц, пять, пять или шесть страниц, собственно, было рассуждение про то, как с помощью денег. А теперь, как с помощью документов. Вот нам объясняют, как это значит, с помощью документа. С помощью документа это так, что если он написал на бумаге, ну, что такое бумага в ту пору, это отдельный вопрос, да, что называлось, на яр, видимо, какой-то свиток, чего-то, да, или что-то такое, или на глиняной, на глиняной дощечке, несмотря на то, что ни глиняная дощечка, ни этот кусочек не стоит тут, и это очень важно, да, потому что можно было бы считать, что этот самый документ, он сам что-то стоит. Нет, нам специально подчеркивается, что он ничего не стоит. Здесь другая история, да, когда я передаю нечто ценное, это было про деньги, а теперь я ничего ценного я вообще не передаю, то есть я как бы ничего не даю, а просто пишу на бумажке или на глиняной дощечке, да, я пишу «Твоя дочь посвящена мне, твоя дочь помолвлена со мной, твоя дочь будет мне женой», и дает этот документ. Она считается на кудешет, женщина считается на кудешет. Какая женщина? Вот почему-то начинает со случая, впрочем, и раньше мы видели, да, что он начинал с этого случая, со случая, когда речь идет про несовершеннолетнюю девушку, и тогда, собственно говоря, вот этот кедушин, он производится, собственно говоря, своеобразная сделка или передача, то есть сам акт кедушин, он производится с отцом этой девушки, а не с самой девушкой. И Талмуд рассматривает вначале именно этот случай, да, он дает, мужчина дает отцу, говорит, вот, твоя дочь будет мне, куда же это он пишет, это просто на бумажке или на глиняной дощечке. И сразу же у нас возникает вопрос, да, это трудность, которую ставит Рафзера, конец этой странички, да, мы переходим на следующую, бар Мамали, бар Мемель, по-разному огласовывается. Но тогда такой документ не похож на документ купли-продажи, потому что если у нас сама процедура названа приобретением, и кедушин – это приобретение, и тогда законы кедушин связаны, наверное, каким-то образом с законами купли-продажи, это то, что нам здесь в скобках написал переводчик, используя комментарий Раши, так вот этот самый Рабизера баровный Мемель говорит, что что-то не то, что-то не то, что-то не похоже, потому что в обычном случае, когда речь идет о купле-продаже, то продавец пишет покупателю документ, какой, например, вот это мое поле, тебе продано. И поле считается проданным в тот момент, когда он передает документ покупателю. А здесь, а здесь, наоборот, мужчина пишет, а мужчина он кто? Мужчина же он не продающий, а в каком смысле покупающий, в кавычках, и он пишет отцу, что вот твоя дочь не посвящена. Это по идее говорит он, это отец мог бы написать, вот моя дочь тебе, тогда вот у тебя есть документ, что она твоя. А здесь вроде бы все наоборот. Вот не сходство, не совпадение того, что используется в сделке купли-продажи и в сделке, которая делает женщину, посвященной мужчине. Ама Рава, сказал Рава, Рава говорит, ну мы на самом деле идем по словам писания и в случае продажи мы опираемся на писание и в случае кедушин мы тоже опираемся на писание и учим это из определенных стихов. из каких же стихов. Он говорит то есть там, а именно когда речь идет о купли-продаже, написано и про продал из своего владения. Там в самом писании вроде бы все зависит от продавца. а здесь когда речь идет про приобретение мужчины и женщины написано когда возьмет а когда возьмет кто? Когда возьмет мужчина биба аль тала рахаман то есть ответ вот этого Равы состоит в том что собственно говоря в самом писании мы видим отличие продажи например поля и кедушин потому что про продажу поля говорится с использованием слова махар то есть это тот кто продал а в случае кедушин используется глагол вояках а кто берет берет вроде бы мужчина и поэтому получается что они в каком смысле это совсем не похожи две не похожи два мужчина берет а там продавец продает имеет смысл взглянуть на стих который цитируется по поводу поля это у нас Ваекра 25 25 я надеюсь что вас под рукой в той или иной форме Тора или Танах сейчас мы посмотрим имеет ли здесь значение какой-то контекст или нет мяч контекст здесь такой я чуть раньше у нас 25 стих я начну с 14 и если будете продавать что-то ближнему своему или покупать что-то ближнему своего не обманывайте друг друга и дальше говорится о том что значит если человек покупает что-то то речь идет о определенном количестве времени потому что на самом деле у каждого речь идет о таком коммерческом взаимодействии между евреями в данном контексте и у каждого есть свой надел и поэтому если я покупаю что-то из земли другого то я покупаю как бы его надел он может быть моим навечно он моим становится на какое-то на какое-то время например в юбилейный год он отходит обратно тому кто является его владельцем и дальше речь идет как раз про заповеди седьмого года и так далее ну я даже наверное прочитаю и будет земля давать свой плод и будет есть досуто и будете жить спокойно на ней но если все будете соблюдать эти законы законы в том числе адекватные купли продажи а если скажете что же будем есть седьмой год седьмой год когда не нужно обрабатывать землю когда мы не будем ни сеять ни собирать урожая и бог говорит я пошлю вам благословение мое в шестой год и он доставит урожай на три года и будете сеять восьмой год но у вас будет урожай из старых до девятого года земля не будет продаваема навеки ибо моя земля вы же пришельцы и поселенцы у меня и во всей земле владения нашего дозволяйте выкуп земли то есть земля должна быть выкупаема то есть когда кто-то продает землю берет землю у другого то он должен вернуть и как раз сейчас следующий стих 25 который цитируется если обеднеет брат и продаст часть владения своего это как раз мяху за то то пусть придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его а если некому за него выкупить он сам будет иметь достаток и найдет сколько нужно навык и пусть он расчислит годы продажи и возвратит излишне тому кому он продал и вступит опять во владение свое то есть он по идее должен вернуть это свое владение если уже не найдет рука его сколько нужно возвратить ему то проданное им остается в руке купившего до юбилейного года а в юбилейный год все-таки оно отойдет и опять вступит он во владение свое другими словами да вот этот фрагмент то есть контекст контекст оказывается важным то есть это продажа она является продажей временной и речь идет о земле мы только что говорили что возможно земля это и есть метафора предположим того дара который дает Бог народу Израиля благодаря чему народ Израиля становится его супругой женой и здесь как раз речь идет про именно про землю и вот землю один человек другому может продать только на время в каком смысле можем сказать что собственно говоря и жену он должен приобретать на время но тем не менее это другого рода другого рода приобретение в каком смысле то есть разница еще и в том что приобретение земли оно является условным очень в то время как приобретение жены оно не является условным и вот то что нам говорит в данном случае Талмуд что документ который оформляется при продаже земли документ он выписывается тем кто эту землю отдает то есть он отдает нечто свое что должно вообще-то говоря к нему вернуться и он в каком смысле отписывает покупателю на определенное время максимум на 50 лет он ему отписывает если положим это происходит в первый год и до юбилейного еще далеко и он никак не сможет выкупить ее хотя как мы видим ему должны помочь его розовники и так далее и так далее что земля должна к нему вернуться но она вернется в любом случае она вернется в юбилейный год и вот этот продавец он выписывает документ который свидетельствует о том что покупатель временно пользуется этой самой его землей он в каком-то смысле не обладатель этой земли а в случае женщины иках иш иша когда возьмем мужчина женщина это стих который у нас уже цитировался здесь имеется ввиду вот это взятие в каком-то смысле навеки то есть навеки имеется ввиду на всю жизнь ну хорошо значит это мы поняли то есть мы недаром посмотрели контекст это было важно ну хорошо значит это различие мы поняли дальше дальше на это есть ответ здесь наш переводчик пишет Гемара с этим не согласна видите да то есть это заранее нам сообщает что сейчас пойдет оспаривание вот этой точки зрения то есть оспаривание казалось бы действительно очень логичного распределения одно дело женщина другое дело земля и это различие вот я спрашиваю глупый вопрос почему надо продать землю чтобы далее выкупил брат а не попросить брата помочь это нормальный вопрос то есть наверное брат не может в данный момент помочь он должен помочь потом если есть возможность не продавать землю то конечно нужно ее избегать по-видимому речь идет о ситуации когда избежать этого нельзя он продает а дальше уже родственники иван сам всячески стараются ее вернуть и выкупить но теперь талмуд отвергает сам отвергает вот то вроде бы вполне логичную и интересную интересное объяснение того почему собственно говоря это разные вещи там пишут этот а здесь пишут другой то есть пишет тот кто приобретает потому что он приобретает навеки а там пишет тот кто продает потому что он является вечным в каком-то смысле владельцем этого надела то есть пишет как бы тот кто собственно говоря является таким объективным возьмем в кавычках обладателем тогда как бы все нормально но на это нам Талмуд говорит здесь очень сложный как бы текст для перевода в том числе потому что здесь идет игра слов игра формой глагольной значит нам теперь Талмуд говорит ну на самом деле можно ведь прочесть и по-другому а именно про пример поля написано садот декесов икну поля за деньги приобретут ну и дальше и будет записано в книге подписано и так далее и отсюда можно видеть что на самом деле в общем здесь не про продавца идет речь а как раз про покупателя то есть покупатель на самом деле является тем кто возможно раз упоминает Тора именно покупателя то на самом деле покупатель должен выписывать документ на нем делается акция давайте этот момент мы тоже посмотрим поля за деньги приобретут это у нас Ермияу 32 44 это у нас у нас в чем ну я начну немножко сначала да сначала главы чтобы мы поняли контекст слово которое было Ермияу от Господа в 10-й год царствования циткия у царя иудейского ну и дальше это было вот в такой и так далее и сказал Ермияу сказано не было слово Господа и вот Ханамейль сын Шалума дядя твоего идет сказать тебе купи себе поле мое что в Анатоте ибо по праву родства купить тебе его по праву родства то есть имеется ввиду что это как раз родственник который должен купить выкупить поле и пришел ко мне Ханамейль сын дяди моего во двор стражей и сказал мне купи прошу поле моего Анатоте что в земле Бениаминовой ибо у тебя право наследования у тебя право выкупа этой земли то есть мы видим что контекст здесь в общем связан с тем что мы читали сейчас в книге Вайкрах и здесь даже право купчую и написал я купчую и запечатал и поставил свидетелей взвесил серебро почему-то талмуд не приводит это здесь явно что есть кто-то кто написал купчую то есть написал документ и можно было бы именно к этому апеллировать кто написал купчую продавец написал купчую или покупатель написал купчую можно было бы разобраться но талмуд это почему-то пропускает и в конце говорится следующее нет в конце я сейчас рано переходить к концу ибо так сказал Господь Бог Израилев еще будут покупать дома и поля и виноградники в стране этой и дальше значит он передает купчую да и говорит о Господи Боже вот сотворил ты небо и землю великой силы твоей мышцы твоей простертую ничто не сокрыто пред тобой ты творящий милость тысячи поколений воздающий за вину и так далее и так далее и так далее и ты вывел народ свой из Египта и ты дал им землю эту и ты клялся от самых дать им землю текущую молоком и медом опять вы видите да вот это дарование земле оно снова всплывает из контекста и пришли они и завладели и мы не слушали ни голоса твоего и не поступали ни по торе твоей всего того что ты им повелел делать они не делали и навел ты на них все эти бедствия и вот воины с насыпи поступают к городу чтобы захватить его и город изнурен ничем голодом мором предан в руки хаздин который воюет против него и то о чем ты говорил исполняется и так далее то есть у нас видите глава начинается с купли-продажи определенного участка а дальше говорится о земле которую Бог даровал народу Израиля но народ Израиля эту землю теряет в каком-то смысле теряет свое наследие потому что ведет себя неправильно но земля это принадлежит народу Израиля в каком смысле по праву и эта земля должна народу Израиля вернуться ну и дальше говорится о том что о грехах народа Израиля почему все это дело таким образом произошло а потому ныне как сказал Господь об этом городе о котором вы говорите предается он в руки царя вавилонского мечом голодом и мором вот я соберу изо всех стран куда я забросил их во гневе моем имеется ввиду народ Израиля в ярости моей и в великом негодовании и возвращу я их на то место и дам им жить в безопасности и будут они мне народом а я буду им Богом и дам я им сердце и один путь чтобы они боялись меня всегда на благо им и сынам их после них и заключу я с ними вечный союз по которому не отвернусь я от них чтобы творить им добро и поселю я в сердце их страх передо мной чтобы не отступали они от меня и рад я буду делать им добро и посажу я их на земле этой воистину всем сердцем моим и всей душой моей вы видите что здесь практически в этой главе которая сейчас апеллирует Талмуд у нас собственно говоря сама метафора в каком смысле формулируется с одной стороны все начинается с продажи поля и просьбы значит родственника выкупить это поле а с другой стороны у нас есть потеря народом Израиля его земли и возвращения на эту землю как вечного владельца но это все еще пока не наш стих потому что дальше говорится так ибо так сказал Господь как навел я все это великое бедствие на народ этот так не спошлю им все то благо которое изрек они и будут покупать они поля в стране этой о которой вы говорите это пустыня где нет ни человека ни скота которая отдана в руки каздин седеев будут покупать поля за деньги и писать купчи и запечатывать и выставлять свидетелей в земле Бениаминовой и в окрестности Иерусалима и в городах людей и так далее и вот этот стих да то есть стих 44 будут покупать поля за деньги здесь нам и приводится и поскольку здесь говорится что будут покупать поля за деньги и писать купчи и запечатывать то получается что писать купчи и запечатывать их будут не продавцы земли а те кто будет их покупать но покупателем здесь является кто является народ Израиля который является кем который является вечным владельцем этой земли, то есть в каком-то смысле это тот же самый продавец, что и покупатель, потому что там в книге Вайкра Купчев писал на основании того, что написано «Махар», то есть продавец, Купчев писал тот, кто отдавал на время свою землю другому. А здесь народ Израиля как бы выкупает обратно эту самую свою землю и тоже пишет Купчев. И в определенном смысле и первый, и второй, то есть народ Израиля в данном случае является в каком смысле вечным владельцем. Совершенно не случайно, то есть я в очередной раз тут подчеркиваю, особенно для тех, кто с нами недавно, что когда Талмуд нас отсылает к каким-то стихам, говорит, что на основании той-то фразы выведено то-то и то-то, как правило, не то чтобы совсем всегда, но чаще всего Талмуд имеет в виду не само словосочетание или даже не тот стих, который он цитирует, Талмуд апеллирует к контексту, то есть контексту, который для них в каком-то смысле на слуху, и достаточно указать один стих, и этот контекст всплывает. Нам для того, чтобы этот контекст всплыл, видите, надо открыть, почитать, вникнуть. Для них это не так, для этой культуры они знают этот текст более-менее наизусть, и поэтому, когда цитируется та или иная фраза, то этот контекст немедленно всплывает. И вот из этих контекстов мы видим, собственно говоря, вот эту самую метафорическую подоснову. Хотя у нас сейчас речь идет вроде бы как раз не о деньгах, а о документе. Но на самом деле ценностью, которая продается и покупается, оказывается как раз земля. Например, когда мы говорили, что, возможно, деньги, ценность – это не что иное, как земля, мы в каком смысле, наверное, были близки к истине. Сейчас мы видим подтверждение этому. Но документ является чем? Документ является возможностью передачи этой ценности. То есть я могу передать прямо деньги или я могу прямо передать некую ценность, некий дар, а могу оформить это не передавая, а просто записывая определенным образом. И поэтому Талмуд, собственно говоря, подчеркнул, что сам документ, он ничего не стоит. То есть он меньше, чем прута, то есть меньше, чем какая бы то ни была значимая стоимость. Так вот, у нас здесь, вы видите, через довольно странные, квази-экзогетические построения Талмуд нас вводит вот в такую тематику. То есть говорится о том, что, смотрите, мы могли бы найти противоречие уже тому, что решили. С одной стороны, продавец пишет, с другой стороны, вроде бы, мужчина, который берет женщину, и стало быть, он не продавец, а покупатель, он вроде бы пишет. И здесь довольно странная история. А это Талмуд нам что говорит? Ну, это не совсем странная история. Почему? Потому что в самом писании это определено. И, как мы поняли, само писание что определяет? И само писание определяет в каком-то смысле то, что тот, кто является вечным владельцем, он и вечным, условно, конечно, вечным владельцем, тот и пишет этот самый документ, эту самую купчую. А теперь Гемара вроде бы противоречит самой себе. Она говорит, что за деньги приобретут, кто приобретут. Вроде бы тогда получается, что тот, кто приобретает, он пишет. Но мы, правда, видим из контекста, что приобретает все равно этот самый вечный владелец. Посмотрим, что на это ответит Гемара. Гемара же не может так сказать вечный владелец. Это абстрактное понятие, которое я ввел. А в принципе, Талмуд не оперирует этими абстрактными понятиями. Он оперирует такими, скажем так, семантическими пятнами, которые порождают эти самые понятия, но Талмуд никогда не будет формулировать их в такой абстрактной форме. Ну, хорошо, значит, из этого стиха следует, что вроде бы пишет документ тот, кто приобретает. Хотя мы уже с вами знаем, что на самом деле это тот же самый, вроде бы, кто и продает, то есть вечный владелец. Но Гемара на это отвечает так. На самом деле можно прочитать это так, что это слово «икну» мы можем прочитать иначе. Мы можем прочитать «икану» будут проданы. И тогда это будет действие продавца. Не очень понятно, зачем это делает Талмуд, потому что, как мы видели, можно было бы это объяснить и без вот такого рода игры слов или игры огласовок. Но, тем не менее, здесь эта игра Талмудом задействована. И Талмуд говорит о том, что можно прочитать это не «икну», а «икану». Поскольку у нас огласовок, как бы, в Талмуде и нет, да, и, собственно говоря, в Писании огласовки – это отдельная масоретская традиция, да, сам свиток. Но без огласовок, то можно прочитать и «икану». А тогда это будет означать «будут проданы», и тогда получится, что пищу пишет все-таки продавец, а не покупатель. Ну, дальше Талмуд говорит так «майтама карыбы иикану». Почему же ты предлагаешь вот так прочитать? Да, то есть, почему нам вдруг читать это иначе? «Мишун дихтиф у махар». Если ты пишешь это «икану» из-за того, что у нас в книге во экран написано, что он продал, и тогда, собственно говоря, нам нужно определить, кто пишет, собственно говоря, этот самый документ. Сказал же, продавец. Я знаю это из книги во экран, что продавец, и тогда я читаю. Именно из-за этого я читаю в «Эрмияу», я читаю, что не будут приобретены, а будут проданы, да, то есть «икану». А если так, «гахинами», тогда ты можешь и с тем, что человек берет женщину, прочитать это иначе. А как иначе? «Карайбы ки иках». Она будет взята, женщина. Читай. Это тоже как «гефиль», да, то есть «гефиль» – это каузативный глагол, да, то есть, например, у нас есть глагол «катав», я могу из него сделать глагол «лехахтив», с тем же самым корнем. «Леахтив» – это что? «Леахтив» – это сделать так, чтобы кто-то писал. Можно писать, а можно сделать так, чтобы кто-то писал. Точно так же и с вот этим глаголом «иках». Я могу сказать, что я могу «лакаха», а могу сказать, что я… Такой глагол практически не используется в сегодняшнем игре, но я могу сказать «ляких». То есть, дать кому-то приобрести. И вот, собственно говоря, таким образом Талмуд предлагает играть, да, точно так же, как и с глаголом «икну». Икну по-простому это «приобрели», то есть те, кто приобретут, а можно поставить рефиль, и тогда будут те, кто даст возможность приобрести. Ну, как здесь переводится, те, кто будут проданы, лучше было бы перевести, когда дадут возможность приобрести. И поскольку там, Талмуд говорит, мы изменили глагол его огласовки, да, превратили его из простой формы в каузатив, то давай и здесь приобретим каузатив, да, то есть и про мужчину тоже можно так же прочитать. То есть ты так как бы, если ты свободно обращаешься с огласовками, то, пожалуйста, почему? Потому что на самом деле у нас есть еще и стих, который говорит, вот я свою дочь дал этому человеку. А если мы видим, что он, дочь, дается этому человеку, то тогда получается, что отец, который выступает в роли дающего, вроде как продавца, он является действующим лицом, а не покупателем. На этом, на этой интригующей ноте, а именно, кто же должен писать документ? Или в какой роли выступает тот, кто пишет документ? Он продавец или он покупатель в кавычках, да, или, как мы выяснили в контексте, и Талмод в стране говорит, но мы это видим. Или тот, кто является в каком-то смысле вечным владельцем. Вечным тоже условно, но тем не менее. Это мы уже извлекли этот вывод, да, Талмод еще вроде бы к этому выводу не пришел. Талмод пока играет тем, что на самом деле у нас есть возможность прочесть, найти в Писании указания на противоположные. Противоположные позиции, противоположные позиции приобретателя и покупателя. Ну и в следующий раз мы, естественно, мы только начали эту сугию, то есть этот фрагментик. Дальше на это будет определенного рода ответ. Надеюсь, что это начало было более-менее понятно. Но мы в любом случае в следующий раз еще раз к этому вернемся и более четко зафиксируем ту расстановку, на которой мы сейчас остановились. Мне нужно, наверное, остановить запись. Вот я останавливаю запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!